всем привет мы из украины сегодня расскажу про джемпер которые начинала вязать до войны и даже записывала начало его вязание это самый простой джемпер из мериноса бобинного белый серый и тут реглан погон реглан погон обычный классический сверху здесь есть росток все как положено и такая лодочка у меня полез я здесь не стала обрабатывать набирала серый провязала один ряд и затем перешла на белую пряжу решила тут не обрабатывать пусть так и будет вот так теперь я его померю а потом уже покажу свои расчеты и соответственно в тетрадке все схемы и все что надо сначала померяю длину погона он достаточно длинный 25 сантиметров длина погона длина изделия длина изделия 57 сантиметров широкая резинка внизу 11 сантиметров рукав ну мы его считаем от погона поэтому он здесь кажется таким коротеньким длина рукава 33 сантиметра но он здесь вы вырезан с головкой то есть тут есть головка рукава они сразу набираются и тут укороченными рядами я вывязала головку тут я померила 33 а тут от головки 36 то есть головка 3 сантиметра так если посмотреть вот так ровненько взять вот так вот вот это вот вырезана головка а дальше он уже пошел ровно где-то есть три сантиметра но для того чтобы он лучше лежал здесь у меня полосочки вырезаны схема такая полосок значит у меня сверху здесь нет 30-40 рядов белой пряжи потом один ряд серый затем 20 рядов белой пряжей 2 ряда серый 12 рядов белой пряжи 4 ряда серой затем 6 белой 6 серой 4 белой ну то есть потом пошло в обратном порядке 12 серой 2 ряда белой потом 20 наверное рядов серой пряжи и белый ну в общем вот так зеркально вот так у меня получилось здесь одинаковые и потом я его как-то так таким образом я решила сделать в общем потому что белой пряжи у меня было меньше чем серой и вот такой результат теплый классный единственное что серая пряжа распушилась вот хотя на глубинке было написано что это одинаковая пляжа белая не очень распушилась но может она еще распушиться не знаю она была немножко потоньше и она как-то так а серая распушилась еще один тут у меня небольшой казус это пряжа немножко косит я выровняла за счет отпаривания и за счет стирки и сушки его разложенном виде я немножко это поборола я думаю что это не страшно теперь схема но всякие такие моменты связанные с назвала я это все джемпер полосатик реглан погон меринос белый серый стопроцентный 4000 метров 100 граммах я в 10 сложений 400 метров 100 грамм 32 петли на 10 сантиметров вязала спицами номер три и а манжеты спицами номер 225 лицевая гладь набрала 170 петель на спицы 225 вот тут вот серой пряжей я набрала и затем провязала тут раз два три 4 5 6 значит два ряда серый и 6 рядов белой пряжей на 170 петлях затем делала росток росток я делала следующим образом 80 петель у меня ушли на спинку я их не трогала они у меня ровненькие вот тут а вот она впереди есть закругление росточек и росточек я делала следующим образом значит укороченными рядами соответственно с каждой стороны прибавляла по 1 потом по 2 и так далее нам укороченными рядами и замкнула здесь 36 петель по серединке найти бы их теперь вот здесь 36 петель вот тут по серединке я замкнула тут видно что тонкими спицами вывезла на сверху дальше пошла троечка реглан погон прибавки в каждом ряду вот так в каждом ряду поближе покажу прибавки я делала он помню чтобы вспомнить петли в ряд предыдущий ряд в петли предыдущего ряда до чтобы не было дырок по моему так до петли предыдущего ряда я уже забыла даже вот такой петли 5 в погоне 5 петель и получается прибавку я вывязываю последнюю петлю значит предыдущий ряд я вывязываю как бы дополнительность предыдущего ряда там есть видео если не ошибаюсь на эту тему что касается петель я не сказала на спинку 80 на перед тоже 80 поровну их поделила и по 5 петель погон еще связала росток потом пошла прибавлять в погоне каждом ряду как я делала белый серый я вот тут тоже написала белый серый белый серый я уже рассказывала на 30 потом одна серый белых 20 серых 2 белых 12 серых 4 потом по 6 потом в обратном порядке на соответственно серых 6 белых 4 ну и тогда довязав до вот этого места вот здесь здесь у меня сделано мне кажется 50 прибавок сейчас я переверну страницу посмотрю до 50 лет я прибавила с каждой стороны я перешла на вязание по прямой то есть у меня тут полоски уже вывязывались когда я вязала ровненько я тут не прибавляла дни убавлял я просто перешла после погона на ровное вязание отдельных частей отдельно передняя часть отдельно спинка вывязывалась после причем пять петель я сняла они у меня были на булавке сняты значит 50 петель прибавила есть от у нас там и 50 с другой стороны соответственно 50 петель в каждом ряду 50 рядов получается я провязала затем перешла ровненько когда связала нужную длину здесь пройма кстати я не померила сейчас я померю скажу здесь я связала вот 16 сантиметров вот здесь у меня ровно 16 сантиметров кому надо больше можно сделать больше естественно затем я провязала 16 метров даже тут можно написать 16 сантиметров я вывязала по 12 петель по подреза покона подъема вот 12 петель подреза вот они объединила все и пошла вязать вниз лицевой гладью до резинки а потом резинка 2 на 2 по кругу все тут ничего я даже в боковых швах не никаких не делала просто по кругу вязала вот второй подрез кстати вот он второй подрез в общем по кругу объединила и по кругу пошла вязать у меня в это время на спицах было 400 петель если не помню то с подрезами или нет ну можно посчитать него не вопрос количество петель естественно будет зависеть от количество прибавок в погоне и от длины погона в общем провязала тут у меня до резинки 18 сантиметров тут 12-15 естественно тут 45 но я уже померила что у меня там 57 до там 45 плюс 12 будет 57 связала тело и перешла к рукаву рукав у меня 5 петель было снято на булавку то есть я их набираю и затем укороченными рядами делаю горовку рукава провязывая с каждой стороны прибавляю по 10 петель добавляю и соответственно у меня получается здесь 126 петель для сужения рукава я убираю в течение рукава 38 петель так сначала я убираю подрез аккуратно в каждом втором ряду вот тут вот где он начинался все 12 петель каждом ряду я беру затем 38 петель я убираю вот здесь вот здесь вот здесь у меня уже ближе к манжету я убираю в каждом втором ряду это тоже все дело вкуса можно его оставить широким и тут при собрать будет такой фонарик затем мне показалось что манжет широковат я еще вот здесь сделала в виде рисунка в каждом втором ряду тоже убавки вот такие на резинке то есть я оставляла 3 3 6 до 10 петель и тут в каждом втором ряду просто убавляла получается сколько я убавила раз два три 4 5 6 12 с этой стороны 12 с этой стороны да вот значит я сузил рукав до 88 петель убавками так а затем в манжете я еще 24 петли убрала да по 12 каждой стороны вот этим рисунком можно сразу здесь сделать 64 или нужную длину и в общем тут уже на свой вкус но и связала на нужную длину манжета у меня здесь тоже такой длинненький 12 сантиметров и здесь еще разрезе сделала в ночь поработал чтобы не скучно было вязать серой пряжи ну и все в общем то все просто лицевая гладь единственно тут такие вот эти фишечки с такими узорами на они смотрятся очень здорово такие всякие ну и полоски они тоже как бы прибавляют этому изделию такой шар небольшой вот такое краткое описание джемпера клан погон это мне кажется что это простой способ вязания можно конечно рисунок здесь применить разные все остановите как он он очень приятный такой мягкий и при этом теплый потому что это стопроцентный меринос на этом все вяжите на здоровье